В группе. Интересный вопрос, сам хотел его как раз задать. Давайте те, кто не успели написать, сколько у вас максимально человек в группе. Добрый вечер. И откуда вы, как слышно? 30 даже есть. 21, 12, 23, 22, 25, 24. В общем-то, даже целый класс встречается. 18, 29. Да, утром было меньше. Максимально, по-моему, было 25. Ага, от 12 до 19, еще ничего. Хорошо. Еще раз добрый вечер. Мы начинаем с вами сегодня вебинар. Это обучение английскому языку в больших группах, учащихся в условиях ГОС. Вижу очень много разных городов. С нами Республика Беларусь, и Астана тоже с нами, и Челябинская область. В общем, все страны и даже страны СНГ. Хантамассийский округ вижу с нами. Пермский край, Тольятти, и Курская область, Орск, Бийск. В общем, вся Россия. Итак, давайте потихонечку начнем. Расскажу, о чем же мы сегодня с вами будем говорить. Итак, какой же у нас сегодня план вебинара? Познакомиться с общими принципами эффективной работы в больших группах. Рассмотреть следующие методы и технологии. Обучение в сотрудничестве. Организация дискуссии. Ролевые игры проблемной направленности. Метод ситуационного анализа. Метод проектов. Индивидуальный и дифференцированный подход. Подготовка к уроку в большой группе. О, Кастаница, Нижний Чир тоже с нами. Что имеется в виду подготовку к уроку в большой группе? Мы попробуем с вами составить план конспекта урока, поговорить о том, какое упражнение лучше подать, какую форму работы выбрать. Так, какие же трудности организации работы в больших группах возникают? Вот напишите, пожалуйста, какие у вас возникают трудности при работе в группах больше 20 человек, больше 15 человек. Дисциплина, мотивация, организация. Не успевают всех опросить, мало внимания. Трудно удержать внимание. Все вместе. Сложно обучать устной речи. Так, кто-то еще подходит. Невозможно уделить внимание всем. Разный темп пополнения заданий, да. Не хватает учебных пособий. Опросы закрепления материала. Невозможно. Получать устной речи. Нет времени опросить всех. Хорошо. Обо всем этом как раз мы сегодня поговорим, как сделать так, чтобы и успеть всех опросить, и организовать работу так, чтобы все работали. В общем, сейчас на все посмотрим. Итак, какие же выделяют трудности организации работы в больших группах? Конечно же, проблемы с дисциплиной, как вы писали. Не приспособленность к классному помещению. Об этом я тоже видел до вебинара сообщения. То есть, если мы, допустим, захотим с вами поставить в классе парты островками, ну, не каждый кабинет это может себе позволить. Бывает, что невозможно там будет ходить. Организация работы в группах требует много времени. Тоже есть такая проблема. К этому нужно привыкать. Нехватка методических пособий и разработок. Еще какие же у нас трудности, связанные с деятельностью учащихся? Это неготовность к подобной форме работы на уроке. К этому нужно учить тоже. Низкий уровень языковой подготовки учащихся. Использование учащимся родного языка при обсуждении знаний. Так, секунду. У нас куда-то ушла презентация. Давайте тогда пока возвращаем презентацию на место. Попробуем с вами разобраться, какие... Попробуем разобраться. Да, у меня тоже нет презентации. Сейчас ее возвращают. Вот. Давайте поговорим о том, какие еще проблемы возникают. И какие... А вот напишите, какие методы и приемы... Для работы в большой группе. Поделитесь своим опытом. Работа в малых группах. Так. Хоровая работа. Элементы обучения в сотрудничестве. Об этом сегодня тоже поговорим. Мозговой штурм. И об этом немножко. Так. Работа в малых группах. Да. Поговорим. Фронтальный опрос в парах. Дискуссия. Проект. Да. Это все сегодня входит в нашу... в тему нашей встречи. Использование КТ. Конечно же, их нужно использовать. Групповой проект. Презентация пропала. Кластеры, песни. Сейчас как раз у нас снова появляется презентация. Так. Сейчас мы... Итак. Давайте... Так. Сейчас, секунду. Ролевые игры. Тоже вариант. Итак. Снова возвращаемся к тому, что... К чему... Что пишут опытные преподаватели-методисты. Какие трудности. Мы остановимся на неприспособленности классного помещения. Организация работы в группах требует много времени. Нехватка методических пособий и разработок. Низкий уровень языковой подготовки учащихся. Использование... ...при обсуждении заданий. Ну, в начальной школе ничего страшного, если они какую-то часть работы будут проводить на русском языке. А уже в более старших классах, конечно же, желательно, чтобы они говорили именно на английском языке. Старались даже несмотря на ошибки. Непонимание учащихся своей роли в процессе группового общения. Тоже очень частые вопросы, проблемы. Все пытаются перетянуть либо отделанность себя, либо отмолчаться. Но с этим есть тоже возможность бороться, если показать стратегию, как нужно работать в группе. Боязнь учащихся говорить на иностранном языке, а в присутствии других. Нежелание некоторых учащихся работать в группе. Да, такое тоже присутствует. У кого-то есть языковой барьер. Кто-то индивидуалист. Но со всем этим тоже можно успешно бороться. Возможно, учащихся избегать выполнения задания в группе. Но тут проблема двоякая. Они и при фронтальной работе всегда рады отмолчаться и посидеть тихо. Ну а тут тоже бывает. Но опять-таки при определенной организации работы, вы сегодня увидите, у них появится мотивация работы в большой группе. Вот вопрос. Как сдавать экзамен с большими группами? Если организовать работу так, как сегодня мы с вами посмотрим, то я думаю, что экзамен можно будет сдать. Так. Вот разный уровень подготовки учащихся в одной группе. Да, это тоже проблема. Итак. Что же важно? Учитель и обучаемые должны быть психологически готовы к работе в группе и к организации работы малых групп в большой группе. То есть, к этому нужно, конечно же, готовиться. Давайте посмотрим, как. И вот нам... Педагоги предлагают такие советы. Я попробую просуммировать их. Учащимся требуется некоторое время для того, чтобы научиться работать вместе. Если это группа сменного состава, не торопите их. Что такое группа сменного состава? То есть, когда вы их делите в большой группе на малые группы, то сначала и вообще советуют их немножко тасовать. То есть, не все время в одни и те же. А когда какая-то группа работает слаженно уже, вы видите, что ее работа эффективна, то она становится базисной, и ее состав практически не меняется. Вот. Работа в группах следует ограничивать по времени. Конечно же, это важно. Вы должны им сказать, сколько времени отводится на конкретное задание. Дайте учащимся возможность свободно общаться в ходе работы. То есть, не стоит советовать исправлять все ошибки, а только те, которые важны, и дать им возможность поговорить, обсудить проблему. Обращайте внимание только на те ошибки, которые мешают процессу общения. Это тоже очень важно. То есть, если коммуникативная задача достигнута, то, скорее всего, не стоит исправлять эту ошибку. Если она грубая и ведет их в заблуждение, то имеет смысл ее исправить. Для тех учащихся, которые заканчивают раньше, следует предусмотреть дополнительные задания, чтобы они не отвлекали учащихся других групп. То есть, если ваша какая-то малая группа закончила задание раньше, вы ее уже опросили, то имеет смысл им предложить выполнить задание либо из УКП, либо из рабочей тетради. Оцените работу учащихся или прокомментируйте. При этом делайте акцент на наиболее удачный момент вообще. Идет о том, что, особенно на первых парах, работу в малых группах нужно всячески поощрять, с одной стороны. А с другой стороны, нужно говорить о том, что оценка одна единая на всю группу. Это, опять-таки, мотивирует сильных учащихся помочь более слабым. А слабым ответить хорошо, потому что, скорее всего, вы опросите именно их. Вот Юлия Михайловна очень хорошее предложение выносит. Пусть оценивают друг друга по заранее приготовленным критериям. Да, оценка друг друга и самооценка тоже очень важный момент при работе в малых группах, в условиях большой группы. Ага. Пойдем дальше. Обучение в сотрудничестве может начинаться с первых лет обучения английскому языку в начальной школе. Вместе с детьми можно разработать список рекомендаций, вывесить его на стене в классе. Давайте с вами посмотрим на... ...такой памятки. Помните, работа в группах – это не соревнование, а совместная работа, основанная на взаимопомощи и взаимовыручке. Будьте взаимно вежливыми, доброжелательными, организованными, дисциплинированными, тактичными и терпимыми к промахам одноклассников. Чего не стоит делать? Не ссорьтесь, не перебивайте друг друга, не радуйтесь ошибкам товарищей, не смотрите раньше времени в ключи, не переговоривайте с друг с другом громко, ведь вы в классе не одни. Скажите, пожалуйста, вот такая памятка помогла бы вашим учащимся, особенно в начальной школе, или нужно было бы добавить какие-то иные критерии? Пока отвечу на вопрос. Презентацию можно будет скачать на сайте... ...помогла бы. Хорошо. Значит, критериев достаточно. Помогла бы, мы это обговариваем постоянно. Ну да, то есть, вот очень многие уже с этим, видимо, работают. Хорошо. Давайте посмотрим, что у нас дальше. Вот один пример организации работы на примере курса Миле. Здесь нам предлагается вот что. То есть, тут идет стратегия именно работы в малой группе над проектом. То есть, сначала идет аудирование, потом предлагается диалог на тему того, как им пообщаться друг с другом. Вот. И дальнейшая работа. И первое, на что хотелось бы обратить внимание, это на технологии... ...сотрудничества. Главная идея обучения в сотрудничестве — учиться вместе, а не просто что-то выполнять вместе. То есть, каждый помогает друг другу, кто-то объясняет, кто-то слушает. Именно это идет не в выполнении, а проработка самого задания. Все это предложили Джонсоны в 87-м году. Собственно говоря, они являются авторами обучения в сотрудничестве. Какие же отличительные особенности у данного вида обучения? Взаимозависимость членов группы. Личная ответственность каждого члена группы за собственные успехи и успехи своих товарищей. И как она появляется, собственно говоря, потому что идет единая оценка на всю малую группу. И в большой группе. А поскольку предлагают чаще всего спросить слабого учащегося, он должен быть подготовлен сильными для ответа. Оценка не очень хорошая. Сайт, где можно скачать презентацию. EnglishTeachers.ru После вебинара в течение одного-двух дней будет выложено. Итак, общая оценка работы группы. Как я говорил, дается. Общие принципы. Что же, какие выносятся общие принципы? Учитель самостоятельно формирует мини-группы. То есть вы сами решаете, кто с кем будет работать. Советуют ставить обязательно в группу сильного, среднего и слабого ученика. А также не делить на мальчиков и девочек. То есть смешивать. В мини-группе должны быть учащиеся разного уровня. В мини-группе выдается одно задание, предполагающее участие всех членов группы. И идет, как я говорил, на всю мини-группу. Так, а если все слабые? Ну, соответственно, нужно давать задание на более слабом уровне. Если у кого нет звука, либо проблемы с презентацией, заморозьте изображение со мной. Будет проще. Так. Нужно заранее подготовить критерии оценивания, пишет Юлия Михайловна. Вами и детьми работают друг друга. Тогда и будет правильная оценка. Да, конечно же, нужно проговорить о том, по каким критериям вы будете оценивать их работу. Итак, вот еще очень интересная таблица. Так как мы готовим конспект урока, также и тут показаны, какие этапы проходят при применении технологии обучения в сотрудничестве. Назову сами этапы. Организационно-подготовительный, индивидуальная работа, работа экспертных групп, работа... ...и итоговые. Какие действия учителя и действия учащихся, предлагаю вам посмотреть самим, либо сейчас, либо уже когда выложат презентацию. Дети не всегда, пишет Татьяна Валерьевна, помогают слабым ученикам и не хотят работать с ними в группе. Опять-таки, мотивация, единая оценка на всю малую группу. Поэтому им придется, иначе они получат плохую оценку. Ага, обговорив критерии заранее, дети сами выведут оценку, пишет Надежда. Да, все верно. Когда человек знает, к чему готовиться, ему намного проще. Так, хорошо. Нужно учить работать в группах. Андрей Иванателли пишет, да, это очень важно, для этого существуют памятки. Мы сегодня с вами познакомимся. И вот еще один пример. Как я говорил, опять-таки, тут идет проектная работа. Тут как раз показано, это пример из учебника New Millennium English. Как работать вместе. Собственно, и написано, давайте поработаем вместе. Сначала идет знакомство с лексикой, которая потребуется для работы. Потом идет диалог, опять-таки, о том, как правильно общаться в группе, как можно общаться в группе. Далее уже идет сама работа над проектом. И дальше идет задание, показывающее, как подвести итог. Слайд бы увеличить. Сейчас увеличу, чтобы все увидели. Дальше слайды будут чаще всего полностью показаны. Хорошо. Давайте посмотрим дальше. Снова. Дальше слайд. Какие же модели учебного взаимодействия существуют при приеме обучения в сотрудничестве? Есть прием вертушка. Состав группы три человека. Сильный, средний и слабый. Данная модель предполагает проговаривание, объяснение и текущий контроль со стороны группы. То есть сначала задание выполнить слабый ученик, потом средний, потом сильный. Сильный объясняет более слабым, как подготовиться к этому заданию, как его выполнить эффективно и качественно. И вот пример из... А, нет, из Enjoy English. Сейчас сделаю покрупнее, чтобы было видно. Как же с ним работать? Вот идет у нас в задании 126. Семь вопросов. То есть первый вопрос берет слабый ученик, потом средний, потом сильный. Если не получается, то помогает. А вы уже можете опросить, допустим, только слабого или только сильного ученика и понять, как же прошла работа в группе. Конечно же, возникает вопрос, как же оценить каждого учащегося. Для этого нужно, конечно же, не забывать и о классическом фонтальном опросе. Для этого также существуют тесты и контрольные работы. Тогда все становится понятно, кто и как работал. Если не удалось выяснить это в самой группе... в малой группе. Также есть модель ПИЛА. Состав группы до 5 человек. Очень интересный пример. Учебный материал делится учителем на фрагменты, логические или смысловые блоки. Каждый член группы получает свой фрагмент. Затем происходит встреча экспертов по определенному фрагменту из разных групп. Все это на схеме, и все станет понятно. Итак, вот у нас малая группа из 5 человек. Видите, как зубцы пилы. Вот еще одна малая группа. Ну, таких, если у вас 20 человек, то таких будет 4 группы. Если 25 и больше, то 5 и 6. Вот кто-то пишет, что... Им напишет, что использую пилу, очень нравится. После того, как они получили задание в малой группе, каждый прорабатывает свою часть. Ну, допустим, свой вопрос. Чаще всего, да, действительно это применяется при работе с текстами. После того, как они проработали свой вопрос, они встречаются с экспертом из другой группы по этому вопросу. И они это обсуждают. Вот я показал, как это будет в двух малых группах, но также, может быть, и в четырех. Они обсуждают это. Вырабатывают самый лучший ответ. Возвращают свою малую группу основную. И, что называется, докладывают о результатах. После того, как все пять проработали этот вопрос сами и с коллегами из других малых групп, получается очень качественный ответ. После этого вы уже можете опросить часть группы, но и понять, насколько они поняли материал. Что самое приятное, это дает возможность каждому эффективно поработать на уроке и разобраться в материале. И вот пример из Enjoy English для восьмого класса. Read the text about the space discoveries. Answer the following questions. То есть нужно ответить на вопросы по тексту. Четыре вопроса, соответственно, на четыре части разбивается задание. То есть... Вот один вопрос и прорабатывает его. Вот еще один пример. Сейчас увеличу, чтобы было видно. Нужно соединить страны с их представителями и выполнить еще некоторые задания. У нас, опять-таки, пять стран, соответственно, пять экспертов. Каждый прорабатывает свой вопрос, а потом докладывает. Итак, давайте немножко подытожим об обучении в сотрудничестве. К чему же мы пришли? Обучение в сотрудничестве позволяет лучше осмыслить изучаемую проблему, применить творческий подход, оказывать положительное влияние на характер межличностного общения. оказывать положительное влияние на характер к чему. Повышается самооценка учащихся, повышается уровень коммуникабельности и умение протестовать стрессовым ситуациям. И все это относится как раз к тем умениям и навыкам, которые требуют от нас в ГОС. То есть, и метапредметные умения. Ага, вот пишет Юлия Михайловна, кто будет бездельничать, тот останется в недовлетворительной оценке. Оценка. Дети это должны знать еще до работы в группах. Да, абсолютно согласен. Но опять-таки, их другие участники группы, при том, если вы им скажете, что оценка будет единая, будут заставлять работать, поверьте, очень эффективно. Итак, давайте поговорим с вами о дискуссии, если нет вопросов по обучению в сотрудничестве. Многие выезжают за счет других по дружбе. Не совсем так. То есть, тут нужно показать, что сильный ученик не должен давать верных ответов. Он должен направлять и объяснять, как достигнуть верного ответа. Так, ну вот фактически и Наталья Мухаммеддинова ответила на этот вопрос. В сельской школе с разным уровнем во всем это не волнует. Ну, соответственно, тогда нужно контролировать, не подсказывает ли сильный и слабо. Либо по-другому скомпоновать группу. Вот у Ирины Запольской очень любят эти работы в группе. Всегда отказываются от слабых. Для этого тут и нужно формировать группу лично вам, для того, чтобы у них не было выбора. Желание работать в группе очень важно. Не будет результата. Нужно наладить дружескую атмосферу. Для этого есть всякие игры на сплочение коллектива. Очень не любят вожатых применять. Хорошо. Давайте тогда посмотрим на дискуссии. Какие же правила ведения дискуссии есть? Дискуссия – это деловой обмен мнениями, требующий объективного подхода. То есть это то, что нужно, собственно говоря, рассказать учащимся перед дискуссией. Каждое высказывание должно быть подкреплено фактами. В обсуждении следует предоставить каждому участнику возможность высказаться. Каждое высказывание, позиция, должны быть внимательно рассмотрены всеми участниками дискуссии. Опять-таки мы говорили уже утром на вебинаре. Очень не смотрят так много телевизоров. Именно эти передачи, где дискуссия превращается в балаган. Также можно показать им пример ведения правильной дискуссии. Их Алексей Васильевич выложил уже в тему вебинаров на октябрь. Видеозаписи иностранных дискуссий на уроке. Итак, вот есть еще такая памятка. Это из книги «Мира любого. Методика обучения иностранным языкам». Что предлагается? Это памятка для самих учащихся. Ты должен критиковать идеи, а не людей. Будь готов выслушать любую точку зрения, даже если ты с ней не согласен. Твоя цель не в том, чтобы победить, а в том, чтобы прийти к наилучшему решению. Старайся терпеливо. Точку зрения своего собеседника до конца. Отрицая что-либо, объясни почему, постарайся найти доказательства и аргументируй это. Критикую, предлагай. Старайся терпеливо объяснить свою точку зрения. Если каждому учащемуся дать такие правила проведения дискуссии, то, скорее всего, и замотивировать их, и соблюдать их, то будет намного проще. А, этой памятки должны обучать изначально классные руководители. Всего 45 минут. Но какое-то время придется на это потратить, и найти способы мотивации для того, чтобы они ее выполняли. Можно ее распечатать и вклеить, например, в рабочую тетрадь. И если кто-то отходит от этой памятки, возвращать его к ней, либо вывесить эту памятку на доску. Итак, какие же примеры... Есть. И этот пример из Enjoy English. Вот, например, такое задание. Поработайте в группе. Что можно сделать, чтобы изучить... Идет вопрос. Что ты можешь сделать, чтобы изучить английский проще? Напишите лист идей. То есть, опять-таки, вы делите их на малые группы, они пишут свои идеи. И после этого вы, после того, как они обсудили и вывели свой список, обсуждаете это. Каждая малая группа представляет это на всю большую группу. И дальше можно снова обсудить уже в большой группе по представителям. И, собственно говоря, все это тогда проходит очень интересно. Давайте теперь обратимся к ролевым играм проблемной направленности. Почему именно проблемной направленности? Сейчас мы с вами посмотрим. Для данной работы. В отличие от дискуссии, учащиеся проживают ситуацию, принимая на себя роли персонажей, попавших в эту ситуацию. То есть, это им намного интереснее, нет привез к конкретному человеку. Очень интересно вживаться в какую-то роль и почувствовать себя в ней. Что там должно присутствовать в задании? Проблемная ситуация, наличие распределения ролей, легенды ролей, сюжет ролевой игры, наличие общей цели у группы, многоальтернативность решений. И давайте посмотрим, например, из Enjoy English для 10 класса, вот такой ролевой игры. Ролевая игра in a host family. То есть, ситуация о принимающей семье. Там есть отец, там есть мать, сын и дочь, и девочка Таня, приехавшая из России по обмену. В какой-то момент с утра она готовит традиционно русское блюдо, блины, и предлагает им их попробовать. А дочь этой семьи не очень этому рада и начинает бастовать против этого. И я предлагаю вам посмотреть сейчас видеоролик, который покажет, как учащиеся в прошлом году 10 класса справились с данной проблемой. А пока попробую ответить или прокомментировать ваши вопросы, пока видео прогружается. Ролевая игра Анна Паршина пишет, это очень подходит для всех детей. Времени занимает. Но иногда можно и потратить это время, но зато с пользой. Потом, опять-таки, если этот навык регулярен, то времени все меньше и меньше на это уходит. Проблема в дискуссии существует даже на русском языке. Ну, опять-таки, надо мотивировать к тому, чтобы они соблюдали какие-то правила. Например, ту память, которую я вам привел. Ага. Стеснительным деятелем абсолютно согласен с Галиной. Ролевые игры помогают спрятаться за руль и успешно работать в классе. Абсолютно верно. Так, скажите, пожалуйста, у всех изображения видеозаписи появилось? Ага, отлично. Тогда запускаю. Абсолютно верно. Очень хорошо. Но я нужна, чтобы приготовить что-то еще не надо. Давайте попробуем ко-каке. О, это вкусно. Давайте попробуем ко-каке. Аааа. Я люблю панки. Ты едешь кое-каке. Друзья, послушайте. Друзья, чтобы их пробовать. Абсолютно. Пробуйте сначала, моя команда. Но я не хочу. Они сразу с ровным. Не жалей! Друзья, отдай нам секрет. Абсолютно верно. Я пытался сделать это хорошо. Не трогайте. Да, of course. Голоса, ребята. Да, видел ваши вопросы, попробую сразу на них ответить. Нет, это не маленькая группа, там группа была порядка 18 человек, просто это одна из, часть группы, собранная в малую группу, которая подготовила вот это вот задание. Значит, они готовились порядка 10-15 минут до того, как все это озвучить, время работы было увеличено, поскольку все это было на видеозапись, поверьте, нужно было некоторое время для того, чтобы их уговорить под видеозапись это сделать, они волновались. Вот, некоторые из них, как вы видели, действительно были с записями, которые помогли составить более сильные участники этой малой группы, но опять-таки это были те учащиеся, которые учатся в среднем на тройку-четверку. Вот, поэтому я им дал такое право в свое время воспользоваться записью на бумаге. Вот, а более сильные участники группы проработать верные фразы. До того, как они все это озвучили, они проработали стратегию, план того, кто за кем будет выступать, чтобы не было балагана. И после этого, собственно говоря, воспроизвели этот диалог. Да, это все было по учебнику Бибалетовой, по примеру, который вы видите сейчас на слайде. Всего таких в тот момент было малых групп четыре. Все замечательно ответили. Да, к этому стоит стремиться. Итак, вот Татьяна пишет, мои дети почему-то не любят придумывать и разыгрывать. Ну, тогда стоит использовать другие методы работы. Благо, их много. Ага, давайте посмотрим дальше. И обратимся к методу ситуационного анализа. Кейс-стаде, кейс-случай, качественный анализ, систематический анализ явления с разных позиций. Такую формулировку предложила Полот в свое время, а иностранные коллеги предлагают трактовать это так. Значит, Роджерс определяет кейс-стаде в системе образования как описание события в определенной ситуации и обстановке. То есть, тут речь идет о том, что метод ситуационного анализа и кейс-стаде у нас немножко различаются. Понятие, вот об этом можно подробно посмотреть в различной литературе, поэтому мы будем ориентироваться именно на метод ситуационного анализа. Обсуждение проходит в малых группах, а затем мнение малых групп выносится на обсуждение всей группы. Итак, вот пример ситуационного анализа на примере New Millennium English для шестого класса. Нужно сказать, в чем вы одинаковы с вашим другом, какие у вас есть различия. Вот все это нужно обсудить. Все это можно сделать в малой группе, а потом обсудить на всю большую группу. Еще один пример ситуационного анализа. Авторы сразу пишут, поработайте в группе и ответьте на вопросы. То есть, вы сначала читаете текст, обсуждаете по ситуации эти вопросы, потом выносите какое-то решение. И еще один пример по теме глобализации. Тема очень сложная, но ее нужно прорабатывать. И это очень удобно делать в малых группах. Здесь предлагается также обсудить ряд вопросов. Предлагается вариант ответа модель. То есть, достаточные опоры присутствуют к тексту. Плюс текст объемный, поэтому есть о чем поговорить. Предлагаются также лексические единицы, которые нужно использовать в данном случае. Далее давайте посмотрим на метод проектов. Что же тут предлагается? Почему, собственно говоря, он нам интересен сегодня? Подробнее о методе проектов можно посмотреть в видеозаписи вебинаров. Например, Алексей Васильевич, также Алена Евгеньевна у нас Козевичева давала вебинары о проектной деятельности. Почему, собственно говоря, нам это интересно сейчас? И для этого я вам предлагаю вот эту схему, взятую опять-таки из книги Миролюбова. Метод проектов позволяет обучать в сотрудничестве, проводить дискуссии. Также ролевые игры, как мы сегодня с вами увидели, тоже помогает проводить, делать мозговые атаки в малых группах, так и вообще на всю большую группу. Чаще всего это используется к подготовке к дискуссии. В общем, у метода проектов очень-очень много возможностей. И также предлагается вот такая памятка, как спланировать деятельность для правильного проведения проекта. Определить задачи работы для группы. Определить задание, которое необходимо будет выполнить в связи с задачами. Решить, кто что будет делать. Каждый выполняет свою часть общего задания. Определить, в какой последовательности необходимо будет выполнить все задания. Составить план работы и решить, какому сроку каждому нужно будет выполнить свое задание. Обсудить, в какой форме нужно будет представить свою часть задания. Выяснить, где можно будет найти материал для своего задания, определить белые пятна в имеющейся информации. Определить, как вы оформите результат своего проекта и как его лучше представить. Вот скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, такая памятка помогла бы сделать проект более корректно и более просто учащимся. Построить свою работу верно. Вот в основном пишут, что да. Кто-то пишет, возможно, согласны. Ну, если что-то в ней не подходит, то всегда можно скорректировать и выработать свою, либо вместе с учащимся, такую памятку, как нужно работать. Давайте посмотрим на примеры. А подскажите, пожалуйста, тему долгосрочного проекта. Ну, например, для девятого класса тема глобализации. Алексей Васильевич в свое время рассказывал такой пример для второго класса, для научного кружка тема проекта «Имена», сравнение имен иностранных из сказок, иностранных с нашими русскими именами, как часто они встречаются в сказках. Итак, как провести исследование? Вот еще одна памятка. То есть, метод проектов не только сами проекты, но еще и исследования. Давайте посмотрим. Определите причины, по которым эта проблема волнует всех, и объясните, почему необходимо ее решить. Найдите информацию, описывающую существующую ситуацию. Найдите причины возникновения проблемы. Определите возможные последствия решения данной проблемы. Решите, что нужно изменить в реальной ситуации, чтобы проблема была решена. Уважаемые коллеги, напишите, как вернуть звук, пожалуйста. Итак, давайте посмотрим на пример. Это пример из New Millennium English. Для начала посмотрим на книгу для учителя, где очень подробно написано, как качественно провести работу со стороны учителя проекта. И вот дается первый пункт, то есть нужно разделить на малые группы класс, дать им лимит времени, авторы предлагают 10-15 минут, дать указания о том, что нужно говорить на английском, что важно и так далее. То есть в книге для учителя дается подробная информация о том, как это провести. И также очень интересно то, что дается карта оценки учащихся. То есть какие критерии. Вы можете с ней также познакомить учащихся, прежде чем они будут выполнять работы. Вот, собственно говоря, этот проект, который предполагается. Сейчас я увеличу слайд, чтобы всем было видно. Нужно представить самого себя. Им также дается по пунктам стратегии выполнения данного задания. Поэтому работа становится им намного проще. Итак, также метод проектов представлен и в happyenglish.ru, и в enjoyenglish. И вот пример проекта из happyenglish.ru. Мое летнее приключение. То есть очень часто мы просим рассказать в начале года учащихся о том, как они провели лето, но намного интереснее сделать это в проектной работе. Еще один пример проекта из new mediumenglish. То есть проектов у нас в учебниках много, и очень часто учителя не успевают их сделать, но тем не менее, либо не работают, я это очень много видел. Но тем не менее, это очень интересно, и стоит уделять этому внимание, это очень полезно. Итак, а теперь давайте посмотрим на индивидуальный и дифференцированный подход. Что же нам предлагается? Какие мы поставим цели? Учет индивидуальных возможностей и потребностей учащихся. Помощь в построении индивидуальной образовательной траектории. При фронтальном опросе, как это происходит? Мы делим большую группу на подгруппы, либо мы делим сам ход урока. Как это происходит, сейчас покажу. То есть одни и те же этапы урока группа проходит в разное время. То есть мы условно разбиваем на шаг весь урок для конкретных подгрупп в нашей большой группе. Также помогает этому разбить на этот шаг ИКТ-технологии. Что же предлагается? Обучающий компьютерные программы к учебникам, которые обучают всем видам речевой деятельности, расширяют возможности учебника, повышают мотивацию учащихся, потому что им очень интересно обычно работать с электронными компьютерными программами. Даются дополнительные упражнения, не дублирующие учебник. Сознательное выполнение упражнений. То есть методом тыка невозможно выполнить задание. Это все проверено. Вариативность в рамках каждого упражнения. То есть порядка 10-15 вариантов выхода одного и того же упражнения. То есть каждый раз при входе в данное упражнение будут выходить разные варианты. Присутствует возможность самоконтроля. Есть кнопки чек. Возможность самостоятельной работы. Опять-таки в условиях самоконтроля. Техническая простота и методическое удобство. Интерфейс очень понятен, интуитивно понятен. Подробнее об этом можно посмотреть в видеозаписи вебинара Алексея Васильевича Конобеева. Итак, как я говорил, как же добиться разделения хода урока. И давайте посмотрим на схему. И вот, в общем, она у нас работа в группе. Делится. То есть мы вот, допустим, у нас три ряда чаще всего в классе. Как же и разделить работу. Первый ряд у нас будет сначала проверять домашнее задание устно. Второму ряду можно предложить выполнение нового задания. Третьему ряду можно предложить поработать с УКП или дополнительными материалами. Вот. И, собственно говоря, такую работу я построил в свое время на уроках в большой группе. И проходила она очень успешно. Давайте посмотрим дальше. А теперь я хотел бы вам предложить, после того, как мы познакомились со всеми УКП, что это такое. Это обучающая программа к учебникам, электронные приложения. Давайте посмотрим на следующий пример и попробуем с ним поработать. Сейчас я увеличу слайд. Это пример из happyenglish.ru для восьмого класса. Вот. Какая же перед нами с вами стоит сейчас задача? Давайте попробуем посмотреть, какие упражнения, как лучше выполнить в большой группе. Допустим, группа у нас будет 20-25 человек. Вот. И мы с вами готовим урок. Тема модальные глаголы. В восьмом классе с основными модальными глаголами они знакомы. И сейчас знакомятся с новыми для себя модальными глаголами. Вот. И давайте попробуем распределить, какое задание, как лучше выполнить в условиях. Либо вы выберете обучение в сотрудничестве различными методами, либо метод ситуационного анализа, либо разбивку на пошаговую работу. То есть, когда группа выполняет разные задания. Вот. Интересно, какие же у вас будут предложения. Итак. Первое упражнение требует от нас. Среди приведенных утверждений выберите правильное. Исправьте неверное утверждение. Вот. Как бы вы предложили учащимся выполнить данное задание? В какой форме? Пока пишут для тех, кому не видно, расскажу, о чем же второе задание. Нужно объяснить значение следующих предложений. А в третьем перевести предложение на английский. Итак, вот, по-первых, Любовь Галина Геннадьевна предлагает вертушку. Еще предложение. Проговорить устно. А в какой форме? Прочитать самостоятельно и привести примеры. Просто фронтальный опрос. Ну, фронтальный опрос в группе 20-25 человек. Это будет очень длительным временем заниматься. А у нас, как всегда, оно лимитировано. Дили пишет. Пила. Согласен. В парной работе. Вместе все обсудить. Вертушка. Карусель. Ну, можно и так назвать. Лариса пишет. В малых группах. Угу. Система голосования в малых группах. Удивная работа взаимопроверкой. Тоже интересный вариант. Фронтально скучно. Согласен. Можно выбрать какой-то другой вариант. Вертушка. Парная. Пила. Эстафета. Угу. Малые группы. То есть, ну вот, давайте я предложу свой вариант. То есть, первое задание, скорее всего, и интересно будет, согласитесь, вы со мной или нет. Обсудить в малых группах. В группах сотрудничества. Вынести какие-то верные решения. Второе задание можно сделать по вертушке, как правильно сказали. Ну, и третье можно сделать по принципу первого. Пила, когда каждый прорабатывает свой вопрос. Вот. Почему третье именно Пила, я скажу. Потому что очень интересно сравнить различные варианты перевода в малых группах. И обсудить, какой же перевод будет оптимальным. Угу. Вот согласитесь, вы со мной или нет. Угу. У кого-то пропал звук. Согласна. Хорошо. То есть, и опять-таки, думаю, вы со мной согласитесь. Это... Вот не согласна с Пилой для третьего упражнения. Ну, тут спорно. Возможно, и так. Дети продвинутые. Все переводы скачивают с интернета и выдают за свое. Ну, тут есть всегда замечательное решение. Попросить перевести конкретное слово или выражение. Вот. Или сказать, почему перевод другого одноклассника был менее подходящий. Молодой учитель, не знаю понятия Пила. Мы об этом говорили чуть ранее. Теперь уже имеет смысл посмотреть в записи вебинара. Будет выложено. Не переживайте. Угу. Вот Светлана Ивановна согласна со мной, что у Пила будет лучший вариант для третьего упражнения. Да, также можно посмотреть про все это в интернете и по ссылкам на литературу, которую я вам дам. Хорошо. Давайте посмотрим дальше. Урок у нас состоит не только из одного, трех упражнений. Дальше вводится новый материал. Собственно говоря, модальные глаголы. Как обычно у Клары Саковны идет много информации, с которой можно поработать. И вот что вы, как вы предложили бы? Рассказать этот материал вам или обсудить его в малых группах? Вот скажите, пожалуйста. То есть, либо вы его даете сами, объясняйте. Или же им стоит обсудить самим. Учитывая то, что с модальными глаголами они уже знакомы. И в восьмой класс уже взрослые люди согласны. Согласны. Обсудить в малых группах. Вижу. Да, это будет как проблемная ситуация в малых группах. Да, обсудить, понять. Сильные помогают слабым разобраться в новом материале. Зависит от состава учащихся. Опять-таки, если у вас часть группы сильная, а часть слабая, то малые группы могут обсудить сами. А с другими малыми группами у вас есть возможность поработать практически индивидуально и обсудить это с ними. То есть, дать материал самим. Либо присоединиться к их обсуждению. Вот предложить группе заполнить таблицу. Тоже интересный вариант. Можно заранее подготовить. Давайте посмотрим дальше. Дальше у нас после этого предлагается еще ряд упражнений. В четвертом упражнении, обратите внимание, нужно перевести предложение на русский язык. И вот тут интересно. То есть, мы ввели новый материал. И вот нам дается четвертое задание. Перевести на русский язык предложение. Как бы вы предложили выполнить это задание? Пила. В группе. Тоже метод Пила предлагает. Я смотрю, сегодня метод Пила самый популярный на вечернем вебинаре. Парно. Тоже вариант. Малая группа или Пила. Да. То есть, тут опять-таки есть несколько путей в тройках. Либо вы это обсуждаете в малых группах сотрудничества. Либо вы применяете тоже метод прием сотрудничества Пила. Пила, где каждый прорабатывает свой вариант ответа, а потом они обсуждают это сами, а потом все вместе. Либо опять-таки индивидуально, чтобы проверить на то, насколько эффективно была проведена предыдущая работа. То есть, чтобы была возможность оценить конкретных учащихся. Давайте посмотрим дальше. Нужно заполнить пропуски, используя can, could, will, be able. Вот тут как бы вы поступили. Всего четыре предложения. Индивидуально. Письменно. А по форме организации. То есть, и в малой группе они могут записывать варианты фронтально. А вот здесь, говорят, лучше Пилу Елена Лазянова. В парах, у доски. Ну, если слабая группа, конечно же, нужно визуализировать. Взаимоконтроль. Это будет в малых группах сотрудничества. В группе, в парах. Здесь всегда работают фронтально. Ну, если успеваете, отлично. Индивидуально, а потом взаимоконтроль. Тоже интересный вариант, когда сильные проверяют более слабых, помогают индивидуальной группе. Хорошо. Давайте посмотрим дальше. А как бы вы посмотрели вот на что? Давайте посмотрим на следующее упражнение, потом скажу. Нужно заполнить пропуски в пятом упражнении. А, нет, в шестом. Смотрим на шестое. Нужно дополнить предложение. То есть, тут уже нужно им самим выбрать, какие модельные глаголы требуются. И вот скажите, пожалуйста, если обратить внимание снова на четвертое, пятое и предыдущее упражнение, насколько было бы интересно разбить на пошагово, когда одни немножко в кавычках отстают, а другие идут вперед. То есть, часть группы выполняет одни задания, а часть другие. Но, опять-таки, сохраняется авторская концепция, где предлагается выполнять все упражнения последовательно. Было бы это интересно и эффективно, самое главное. Опять-таки, тут можно комбинировать это все и с методом пилы, и с вертушкой, и с другими вариантами работы. Конечно, пишут. А, не поняли. То есть, это то, о чем я говорил чуть раньше. Когда вы класс делите на три части, вот дальше можно снова, если большая группа, допустим, 25 человек разделить на малые группы, и выполняете это с разбивкой. То есть, одна часть уходит чуть-чуть вперед, а другие части немножко назад. То есть, пока одни проверяли домашние задания, другие выполняли новые задания. Вот, потом те, которые выполняли новые, проверяют домашние задания, а третьи, ну и так далее. Возможно. Кто-то пишет, что нет. Все должны работать. При этой работе все работают. За всеми не уследишь. Так вот, тут как раз и предлагается, что вы сначала работаете с одним рядом, потом с другим, а потом с третьим. Если будем применять разные приемы на каждое упражнение, много времени уйдет. Ага. Вот тут как раз и важно, чтобы они сразу сидели уже в малых группах и сильно не передвигались по классу. Возможно, да, сначала будет переизбыток, но мы так теоретически создаем этот урок. Они не будут стоять на ушах, Кондратенко Марио, если будут заняты другим заданием. Хорошо. Давайте посмотрим тогда на шестое и седьмое задания. В шестом, как мы говорили, нужно заполнить по выпуске, а в седьмом ответить на вопросы о себе. То есть, фактически составить монолог по плану. И вот седьмое упражнение. Каким образом, каким приемом вы выполнили? Дать задание на взаимное прослушивание. Угу. А, не видно седьмого упражнения. Давайте сейчас приближу, это не проблема. В группах. Кто-то предпочитает индивидуально. Методом пилы. Да. Если метод пила, то здесь, соответственно, будет каждому отдано по своему вопросу. Они прорабатывают эффективный вариант ответа на этот вопрос, а потом озвучивают его на всех. Вертушка тоже будет эффективна, потому что каждый, как минимум, один вопрос проработает как следует. А потом услышит варианты ответа других и, соответственно, сможет выработать правильную стратегию своего монологического высказания. Как некоторые интервью, группа. Хорошо. Давайте посмотрим дальше. на оставшиеся упражнения. Сейчас тоже увеличу, чтобы было всем все понятно и видно. Так. Секундочку. Итак, нужно выполнить упражнения 8 и 9. Сразу посмотрим на них. В 8 упражнении нужно перепарфорозировать по модели следующее предложение. А в 9 посмотреть на картинку и составить тоже монологическое высказание, используя слова в скобках. Вот как будем работать с данными упражнениями? Какие варианты могли бы предложить? Вот спрашивают, делаете ли вы для детей разные задания. Можно одно и то же задание проверять на разном уровне. Например, для этого УКП очень хорошо работает, где есть разные уровни. Изи, медиум, хат. Будем пилить методом пилы. Индивидуально, а потом взаимоконтроль. Но если вы предыдущее упражнение делали в группе, то да, можно индивидуально для того, чтобы проверить, насколько эффективно прошел урок. Всем очень нравится метод пилы. Хорошо. Либо в парах. Хорошо. Давайте идем дальше. Вот, собственно говоря, мы с вами попробовали разработать, посмотреть, как можно поработать на уроке в большой группе, как можно построить свою работу. Надеюсь, это было полезно. Давайте посмотрим дальше. И подведем, собственно говоря, итоги нашей сегодняшней встречи. Итак, узнали ли вы о методах работы в больших группах? Напишите, пожалуйста. Да. Были ли они для вас новыми? Пишут, да. Немного. Все согласны. Хорошо. Пила верный метод. Всем так понравилось? Я рад. Так. Эффективны ли они, на ваш взгляд? Не все новые. Ну, конечно же, с какими-то вы уже были знакомы раньше. Были новыми. Некоторые, да. Пила была новой. Интересно. Немного, но не так подробно. О чем бы хотелось поговорить подробнее, отвечу как на вопрос. Попробуем. И какой метод прием вы бы применили в первую очередь? То есть, какой вам больше всего понравился и кажется эффективным? Удобен для вас? Все пишут. Некоторые. Пила. Проверим. 50 на 50. Вот кто-то писал работу на эту тему, поэтому знакомы с ними. Пила парная, либо вертушка. Хорошо. Кому-то все понравились. Кто-то любит вертушку, малая группа. Юлия Михайловна пишет. Пила. Групповая работа. Все можно. Еще не может сказать, да. Тут нужно перевалить информацию. Для этого мы и выкладываем видеозаписи. Ага. Хочется посмотреть видео с конкретными примерами. Ну, один пример я вам показал, другие примеры выложил Алексей Васильевич. В теме вебинаров данного месяца. Ага. Хорошо. Теперь я вам предлагаю посмотреть на литературу, которую я использовал при подготовке данного вебинара. Вы можете, например, скачать статью Ивановой, методиста и кандидата наук бывшего института МГАГИ. Сейчас он называется имени Савы Морозова, Варехова-Зуева. У нас на сайте в архиве. Сейчас у нее фамилия Котова. И я готов ответить на любые ваши вопросы по теме данного вебинара с удовольствием. Спасибо большое за внимание. Вот очень нравятся вебинары. Спасибо большое. Очень приятно с вами общаться. А как организовать обучение в младшей школе. То есть им нужно предложить, во-первых, памятки разработать, либо вместе с ними и вывести, либо предложить свои собственные, подготовить их морально, то есть объяснить им, что работа в малой группе – это полезно, создать дружелюбную обстановку, и дальше им будет намного проще увидеть, используя методы пилы на практике. Это когда сильно помогают слабым? В какой-то степени да. То есть, опять-таки, метод пила, как я говорил, на схеме, когда сначала каждый проработает свою часть вопроса, потом обсуждать с экспертами по этому вопросу в других группах, а потом выносит результаты в свои группы. И, конечно же, кому-то из других групп попадется сильным ученику, и поэтому им будет намного проще. Где взять презентацию? Презентация будет выложена в течение одного-двух дней на english-teachers.ru. Еще раз повторить про вертушку. Тут идет последовательность выполнения задания. То есть, сначала отвечает... Так, Дили пишет, где можно посмотреть предыдущие вебинары. Значит, вам нужно зайти на english-teachers.ru. Сейчас я отвечу на предыдущий вопрос. После этого пройти в тему вебинара и семинара. Там будет, когда вы откроете вкладки «Видеозаписи и презентации». Итак, снова возвращаясь к вертушке. Тут важно вот что. Сначала отвечает слабый ученик, за ним смотрит сильный, потом средний опять-таки сильный за ним смотрит и говорит о том, как нужно выполнить это правильно. Потом отвечает сильный ученик, они прорабатывают в своей группе. Потом вы их сами спрашиваете о том, начиная чаще всего со слабого ученика, и старайтесь спросить его не его предложения. И вот, собственно говоря, суть этого метода. Трудно оценивать, а получать это одинаково. Тут вот в чем Елена Владимировна пишет. Вот в чем секрет. Тут важно то, что они все работают. Оценить вы их можете посредством малых тестов, либо каких-то упражнений в индивидуальной форме, то есть при опросе фронтально. Вот правильно пишут, да пусть получают на здоровье. Правильно, потому что тесты, контрольные работы и индивидуальные ответы. Можно ли помогать им готовиться? Да, конечно, можно, если это нужно. То есть им нужно как работать самим, так же и, конечно же, помогать. Слабые отсиживаются. Вот для этого существует единая... Так, на этой как раз и существует единая оценка, и сильные ученики помогают слабым для того, чтобы... И не отвечают на вопросы, а именно помогают подготовить правильный ответ, и тогда, собственно говоря, все будут работать. Вот, собственно говоря, Котова Елена пишет, автор статьи Аяша, где можно еще посмотреть информацию. Да, правильно, Полот писал очень много о этих технологиях. В интернете можно в свободном доступе посмотреть. Критерии нужны для оценивания каждой группы учащихся. Я бы сказал, для каждого вида работы. И именно интересно с ними самими это разработать, чтобы было все понятно. Ссылка на сертификат сейчас выложим, не переживайте. Я думаю, что можно уже выложить ссылку. Если есть еще какие-то вопросы, с удовольствием отвечу. Сейчас. Критерии оценивания прописываются в своей рабочей программе. Да, если хотите, вы можете их прописать и там. Это очень помогает при оценке вашего урока. Давайте возьмем тему про критерии оценок. Вы так неплохо объясните. Ага. Про критерии оценок. Ну, есть такая мысль разработать на эту тему вебинар. Если вы сейчас напишите много-много дату, с удовольствием ее проработаю. В течение месяца или еще какого-то времени, если она вам интересна. Так. Пишут. Вот критерии оценивания интересуют темы. Вообще вы можете в теме вебинара и семинара написать, какие темы вам интересны. Про перечень. Издательство делает все возможное, чтобы вернуться в перечень. Сейчас идет суд на эту тему. Министерство образования назначает одну проверку за одной. Но все проверки мы проходим успешно. Думаю, что скоро вернемся. Всем нужно. Все за. Хорошо. Скажите, пожалуйста, критерии оценивания конкретно чего-то или, в принципе, про критерии оценивания? Пишут. Очень интересная тема. Что взять на дополнительные уроки? Ну, советую вам обратиться к рабочим тетрадям, к обучающим компьютерным программам, к дополнительным пособиям, например, LeadUp или Business English, которые скоро выходят вновь в электронном виде. Санкт-Петербург и так далее. Так. Все.